Время информации на Матичинском интернет-радио. Добрый день, уважаемые слушатели. У микрофона Ирина Мельникова. В студии работает звукорежиссер Людмила Макарова. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию тематическую программу «Обретение». Наш постоянный гость, и можно сказать уже мой соведущий, священник Дионисий Соколов. Батюшка, здравствуйте, рады приветствовать вас в нашей студии. Рад вас видеть, рад вас слышать, и хочу сказать, что мир меняется динамично, динамично каждую минуту, и порой не успеваешь даже осознавать, да, все эти потоки информации, которые со всех сторон льются просто, да. Но во всех потоках видна одна черта – мир болен. Мир болен. Не то, что я набиваюсь доктора, да, это смешно бы выглядело. Хотя имеете на это право. Возможно, возможно. Знаете, я вам скажу честно, да, вот у варваров есть одна черта такая очень забавная. Они настолько верят в чудо, что готовы поклоняться кому угодно, да. Вот к священнику вот этот пиетет, да, это чаще все-таки удел варварства, чем подлинное чувство, да. Вот. А мне всегда хочется сказать, ребята, ну, посмотрите на моих бывших коллег, да, на реаниматологов, да, на хирургов, на врачей, которые, не покладая рук, что-то делают каждый день, ежедневно с восьми до восьми, да. Неважно, пандемия, не пандемия, да. Да дело даже не в пандемии, понимаете. Вопрос, я бы сказал, в участии, да, в жизни других людей. Я что, я словом, да, а они словом и делом и несут ответственность похлеще моей, да, вот. Поэтому все-таки, знаете, я вам скажу, что я размышлял об этом не так давно, в социуме правильно все-таки, да, относиться к человеку в меру тех изменений, которые он привносит в жизнь. Тех правильных изменений, конечно, да, не неправильных, да. Это у нас, как бы сказать, сдвиг вот этот после реформ, да, Горбачевских, да, когда бандитизм начался, да, вот этот откровенный. У нас сдвиг в сторону неправильных дел, да. У кого глотк шире и рожа, как бы сказать, да, тот и диктует волю свою другим, да. Но не в силе Бог, да, как говорится, а в правде. А правда сегодня все-таки жива. Такое вступление, может быть, несколько затянутое, но… Ну, оптимистичное, батюшка, мы с вами привыкли завершать, а в этот раз мы с вами и начали оптимистично. Я за то, чтобы менять жизнь, менять направление, стиль, да. Вот когда изучаешь работу мастеров, да, некоторые мастера, они работают в одном стиле, да, и вот усовершенствуются, да, там, штрихи становятся тоньше, мазки становятся как-то осмысленнее, да, а есть мастера, которые работают в нескольких направлениях, да, вот те же поэты, да. Сегодня он футурист, завтра он какой-то там новый стиль избрал, да, там, послезавтра третий, там, подражает кому-нибудь, да. В нем все кипит, да. И вот он в каждом этом направлении пытается найти вот эту, как бы сказать, точку опоры мира, да, в которой он скажет все, что хотел сказать, как Малевич, помните Малевич, да, вот он всю жизнь искал первообраз. Он работал в разных, как бы сказать… Техниках. Техниках, да, но искал всегда первосимвол, то ли черный квадрат, да, а почему не белый, да, вот вопрос, да, вот вопрос, непонятно, да, а многим непонятно, что он сделал, да, с этим квадратом, что он стал магическим символом, да. Возможно, в этом он видел какую-то суть, да, но это его видение, да, ведь что такое человек, да, это кристалл, через который проходит Божий свет, а потом этот Божий свет становится теми делами, которые человек делает. Все же просто. Я вот за то, чтобы социум относился ко мне и к всем остальным так, как мы того заслуживаем, не нужно вот этого пиетета. Нам его прививали в советское время, да, а чем все закончилось, да, чем труднее оковы, тем с большей радостью они и скидываются. Вот, не надо делать святые вещи, святое, да, святые, не надо делать ее оковами, наоборот. Помните, что Иисус сказал, да, про бремена неудобноосимые, да, когда накладывают их на человека, а сами не хотят разделить с ним его участь, да, это очень тяжело. Кстати, это относится в отношении поста, да, вот. Вот, все говорят, пост, пост, да, а для чего, никто же сейчас не может объяснить. Пост для того, чтобы ты воистину испытал страдания. — Кстати, мы-то с вами встречаемся, батюшка, в пост, сейчас идет Петровский пост. — Да, конечно. — Вот, и поэтому сегодня ваше пастырское слово особенно важно, вот, и очень хочется поговорить, как мы уже с вами завели, как у нас с вами уже принято, о очень важных, возможно, даже и, ну, невозможно, а именно политических событиях, если вы не возражаете, хотелось бы знать о том, что вас волнует, может быть, вы поделитесь своими… — С удовольствием. — …переживаниями, я думаю, что это все перекликается и с… — С духовным миром, обязательно, обязательно, понимаете ли, да, церковь, она как бы вне политики, да, как нам объясняют, да, но она не может быть аполитичной, это абсурд. — Вот, если мы совершенно перестанем участвовать в жизни социума, то, ну, я, честно говоря, затрудняюсь сказать, насколько долгим будет наше будущее. — Талькову, помните певца? — Конечно. — Вот, очень правдивый человек, пел интересные очень тексты, и вот он тогда спел замечательную песню про колпак, вот. — Ну, а когда ребятам все равно, они легко поверят капитану, и вместе с судном уйдут на дно, и станут жертвами обмана, да. — Это он пел про Горбачевские вот эти перемены, да, вот, все легко поверили, да, доверились, а в итоге, в итоге обманули раз, обманули два, обманули, да, бесконечные обманы, да, вот эти все. И кто-то говорит, что это хожени по пустыне, да, еврейский народ, там, т.д. и т.п. — Но мы Иисуса приняли, а не Моисея. — С чего бы мы оказались здесь-то, в пустыне, с Иисусом? — По какой приходи, да? — Вот вопрос, да, это не шутки, на самом деле, господа. — Да, если вы в таком ракурсе смотрите на духовные вещи, то, значит, мы от Иисуса уходим в Египет, получается. Проследите, да, свою какую-то установку, да, куда мы идем. Не будет ли, как сказано в Писании, последняя лесть хуже первой, да, вот. Не обманули вы себя сами, добровольно. И не стоит ли повернуться как раз к совсем другому пониманию, да, не вот к безвольному какому-то аморфному, да, отношению, а к осознанному. Весьма осознанному, ответственному отношению. Ведь именно ответственное отношение — это то, что отличает варвара от человека цивилизованного. Для варвара нет значения, как бы сказать, жив человек, мертв человек, он, как бы сказать, для него имеет значение только сила, да, его гонор. Ну, вот вспомните вот эти моменты, да, когда мы вроде бы цивилизованные люди, да, а на улицах, ну, часто же мы видим конфликты, да, например. Что-то кому-то поцарапало машину случайно, сразу выскакивают, начинают друг перед другом говорить о том, у кого круче знакомые и где, у кого там это самое, там, какое оружие там, да, и так далее. Да, и кто, что с кем сделает, да, и понимаете, это же вот чистое варварство, что три тысячи лет назад, что сейчас? Одно и то же, ничего не меняется. Ничего не меняется. А на этой почве, конечно, произрастает что, да? Ну, я бы сказал, вот эта аморфность, холуйство это по-другому называется, да, холуйство, когда человек готов продать самое священное в себе ради того, чтобы, ну, как бы сказать, да, показаться лояльным, вот, такой вот он, весь из себя такой вот лояльный, да, делай со мной что хочешь, да, вот. То есть такое вот добровольное какое-то рабство, да, а это всегда презиралось, да, людьми цивизованными, вот. Они всегда относились к кровам, как к кровам, а к себе подобным, как к себе подобным, да. Быть мастером – это многое значило всегда. Вот, а, знаете, варвара видно даже по работе, да, вот, я не буду в медицину окунаться, да, хоть у меня это более привычная тема, я просто окунусь вот в ремонтно-отделочные темы, да, вот сантехник у меня там, да, вот есть, да, вот все хорошо, вроде человек с головой, да, а вот смотришь на работу, там 10 градусов влево, там 5 градусов вправо, да, и вот вроде приятное впечатление про него эта работа, потому что оно работает, но нету эстетического удовольствия, да. А все-таки должно быть внутри у человека эстетическое удовольствие от труда, ведь труд – это то, что делает тебя Богом. Вот, Бог трудился, и мир получился, да, вот, так и ты тоже подражаешь ему, да, как вот дети подражают отцам, да, вот, отец берет детей на охоту, например, да, там вот мамонта завалить, я имею в виду те времена, когда еще и, собственно говоря, мир был устроен иначе, да, судя по наскальным рисункам, вот. Вот, дети там где-то по отдой смотрят, да, они не участвуют в охоте, но они копируют поведение родителей. Вот так и люди тоже, да, они становятся похожими на Отца Небесного через труд. Недаром говорят, что труд сделалось человека, да, человека, вот, высшее существо. Ну, я не буду говорить про обезьянов, да, мне как-то эта тема очень неинтересна, потому что часто приводит к спорам, бесплодным совершенно, а это все ни о чем. А просто, чтобы стать человеком, человеку обязательно необходимо прикоснуться к божественной своей стороне, к тому, что у него внутри есть источник света. Вот, а варвары, да, для них, в общем-то, и душатка не представляет ценности особой. Может быть, помните, да, анекдот про Нового Русского. Это еще и с 90-х анекдот, такой старый, но очень смысловой. Когда сатана приходит к Новому Русскому, а у того, как бы сказать, ну, некий кризис нарисовался там в деловой сфере, и предлагает ему свои услуги, он говорит, слышишь, говорит, человек в баденном пиджаке, давай-ка с тобой заключим сделку, я тебе даю пять составов с алюминием, чистый 100%, и все отлично. Вот, он такой сидит, прикидывает, говорит, пять составов, он говорит, да, пять составов, а что взамен? Ну, а что, говорит, душа твоя? Он такой, ух, надо же, реально, пять. Не обманешь? Да нет, говорит, это самое, слово, говорит, даю. Он говорит, знаешь, говорит, вот смотрю на все на это и думаю, ведь где-то ты меня кинешь. Понимаете, да? То есть, вот в этом вся суть, да, варвар не поймет. Вот, а нам с вами нужно бежать от варвар, что-то как можно дальше. Помните, может быть, Дмитрия Сахарова, да? Правильно я помню, да, его имя? Его звали Дмитрий, да? Который в московском комсомольнице? Ядерщик, господи, я понял, который, собственно говоря, занимался ядерной бомбой. Вы имеете в виду Сахаров, который... Ученый. Ученый. Ученый, конечно. Нет, у него другая фамилия была. Ой, имя другое. Академик Сахар... Академик. Да, 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 забыл я его имя одним словом, да, наверное. Ну, в общем, Академик Сахаров. Да. Академик Сахаров. Вот. Ведь вспомните, да, вот его выступление в Думе, да? Он такой весь тщедушный, да, такой слабый, такой, да, маленький, на их фоне. Да, да. Огромное количество. А он говорит правду, и они его слушают. Они его слушают, а к этой правде прикоснуться не получается. Потому что это как вот ручеек в лесу, да? Ты его с собой не внесешь. И можно любоваться, и с него можно пить. Но с собой ты его не возьмешь. И вот они, как бы сказать, да, слышали, что он говорил, но никто не смог пойти по его стопам. А он говорил вещи очень мудрые. И по тем временам, и по нынешним, что если мы пустим все на самотек, мы вот получим ту ситуацию, в которой сейчас находимся, кстати, когда мы предпринимаем какие-то меры совершенно нелогичные, да, они антиразумные для того, чтобы выкарабкаться из каких-то неприятностей, в которых оказались. Мы перессорились со многими в этом мире. Мы сами себя потеряли. Да, кого не спроси, никто не знает о будущем ничего. Если вот у американцев есть стимулы, да, развивать сферу, скажем так, там, IT, да, во имя чего? Во имя будущего. Там Сукерберг работает над своими фейсбуками, да, Илон Маск летает на своих ракетах, да. Мы сидим, не знаем, зачем нам все это. Мы как мучаемся, да, киснем в этих дрожжах. А проектов нет настоящих, дельных проектов, да. Что бы мы ни делали, мы получаем на выходе те же «Жигули», что и 60 лет назад, к сожалению. Вот. В этом проблема. Я не пытаюсь быть, скажем так, навязчивым, каким-то ворчливым стариком. Нет, я просто, как и Сахаров, пытаюсь утверждать, что варварство есть самая опасная в этом мире вещь. То есть, развивайся, человек. Да, я не говорю, что надо, как бы сказать, все и сразу, да. Это варвары так любят, все и сразу. Вроде говорят обо всем и ни о чем одновременно, потому что своим словам они не следуют. Все эти какие-то мероприятия яркие, красочные, шумные, они же тоже ни о чем, да. Они тоже ни о чем, когда я вижу, что мой народ, он теряет свое лицо. Они ни о чем. Что мы при помощи парада что-то исправим, при помощи маршей что-то исправим, при помощи, как бы сказать, каких-то, я не знаю, шумных мероприятий, спецэффектов, что-то исправим? Нет, конечно. И заклинания не помогут, поверьте. Придется трудиться. Емеля на печи катался, катался, она развалилась. Чтобы дальше кататься, она починить ее. А он все думает, она сама себя починила. Не получается, господа, не получается. И, конечно, это очень досадно, потому что эта варварсть стала национальной идеей. В общем-то, каждый метит себя на место какого-нибудь чиновника. Я помню недавние вот эти опросы, ну, как недавние, да, это для меня недавно, они были лет там, вот я помню, там, несколько лет назад, да, я читал эти сведения, когда детей спрашивали, кем вы хотите быть, да. Ну, чиновником. Мы хотим быть чиновниками. Служащим каким-то. Да, почему? А потому что зарплата есть, соцпакет есть, и делать особо ничего не надо, как бы, да. То, что мы страну чиновников получаем на выходе, да. Королевство такое. Это же нелепо, да. Ну, вот я просматриваю уже ежедневно, да, и новости, и прессу, и так далее, большим объемом причем, чтобы понимать мир, в котором живу. И вот там видно, там, вот, там пару дней назад было разблочение чиновницы одной, да. Около десяти лет, да, у нее стаж, и активов на миллиард рублей. Ну, как это понять, да? Естественно, они записаны не на нее, а на родственников, пацаны, их лиц, и так далее. Возможно, это и больше, да. Просто связи нельзя найти, наверное, да, может быть, все. Но вопрос в другом. Вопрос в том, что это же только один человек. Масштабы можно представить себе? Ну, это же апокалипсис, на самом деле. Мы никуда от него не денемся. Апокалипсис происходит не так, как нам иногда объясняют толкователи. Иногда антихрист – это понятие коллективное. Помните, может быть, песню, да, «Этот день мы приближали, как могли». Вот это об этом самом, да. Когда люди вдруг перестают выполнять свои функции по сбережению того, что им верено, цивилизация целая, да. Ну, нас назвал Путин, как бы сказать, на прошлой неделе отдельной цивилизацией. Ну, хорошо, ладно, примем это за чистую монету, да. Вот наша цивилизация нынче, да, она не оберегается. Она скорее поддерживается жизнеспособным состоянием, да, условно жизнеспособным. Знаете, можно вот ренемиционного больного поддерживать очень долгое время. Сердце будет биться, легкие будут дышать, но оживить это, сделать человеком мы не сможем. Мы можем вводить вещества, и все будет работать бесконечно. Ну, может быть, помните, да, был такой генерал, у которого было ранение в голову, и еще в Японию возили. В общем, он несколько лет в коме провел, да. Ну, представляете, да, все это время его поддерживали жизнеспособным состоянием, да. Вот такие бывают случаи. Вот так и наша бедная отчизна тоже находится в таком же состоянии. Все вот эти внешние какие-то проявления в виде всевозможных праздников, да, и всего остального, это всего лишь вот эти препараты. Но они не работают, они не воскрешают, они просто поддерживают жизнь. Надо это хорошо понимать. А вот сама жизнь, это мы с вами. Это мы с вами. И если у нас нету воли к жизни, то ничего не произойдет. Помните, может быть, вот это отчаяние, которое было в 80-х годах, когда все понимали, куда катится страна. Вот это оно самое, да. Мне тогда было еще там, в общем-то, 8-9 лет, я хорошо себя чувствовал, я переживал очень сильно. Потому что на глазах все приходило в упадок. Не финансовый, а вот это странное отчаяние в глазах людей, которые вдруг поняли, что впереди ничего не будет. Вот. И это страшно, это действительно апокалипсис. Кстати, это прямая цитата из апокалипсиса. Помните, может быть, про Вавилонскую, да, что разорят ее и сожгут плоть ее в огне, да. А у нас что-то происходит? Помните, как горели леса в том году, да. А в этом году что происходит? Может быть, помните, да, там есть такая цитата, что воды, рек стали кровью, да. Посмотрите, вот на Рейске, как разжилась вот эта солярка, да, и вся вода красная, как кровь. Я тогда помню еще вот, была авария тогда с нефтью в Америке. Мексиканский залив, по-моему, да, правильно я помню. Тоже красная вода стала через какое-то время. Тоже апокалиптическое знамение. А теперь здесь тоже красная, да. В общем-то, если мы посмотрим на эпоху, которую мы пережили за лет вот эти 30, да, ну, грубо говоря, с 90 по 2020, да, мы увидим, какие жуткие вещи произошли, да. Вот пришел правитель, да, с раной от меча на голове, да, Михаил Сергеевич, да. Мы все хорошо помним, как мы поначалу ерничали, а потом, в общем-то, стало не до шуток, да. И еще, если помните, в середине, наверное, 20 века говорили о том, что придет царь страшный Михаил, да. Сбылось же? Сбылось. А знаете, книга, она должна сбываться, иначе она не священна. А потом помните, может быть, да, вот 10 царей на один час пришли вместе с ним. Помните, как о ЧП, да. Конечно. Вот. Я не то, что наметаю атмосферу, но я прошу внимательно смотреть в книге, да. Сопоставлять. Конечно, сопоставлять. Иначе, если вы, как бы, смотрите в книгу, но не видите в ней реального подтекста, ну, тогда голову просто можете снять и убрать, она вам не нужна. Либо вы честно можете себе признаться в том, что вы видите очами и слышите ушами, либо тогда они вам просто не нужны, да. Помните, например, Чернобыль, да. Вот там же тоже сказано, да, про звезду Полынь, которая упала, да. А Чернобыль – это и есть Полынь. Слово так переводится. Может быть, я несколько неправильно ставлю на удаление. Может быть, Чернобыл, да, называется трава. Вполне может быть. Но суть это не меняет. Полынь. И воды стали горькими, как Полынь. И треть людей умерла от этих вод, да. Я цитирую по памяти, могу делать какие-то неточности, но я Апокалипс очень люблю. Я его читал еще со среднего школьного возраста. Мне очень нравилось все это. Ну, я тогда разные книги читал, да. Я раньше, чем с писанием, познакомился с наследием Зигмунда Фрейда. Вот. Я просто читал, потому что слышал, что это модно у взрослых, да. И я начитывал, да. Мне понравился психоанализ. Мне понравилось то, о чем он, собственно говоря, рассуждал. У него огромные пласты по культуре диких народов, да, с их особенностями, да. Вот. Это очень интересно. Ведь, собственно говоря, многие смеются над ним. А он действительно ученый. Он действительно ученый, да. У нас просто очень любят, варвары вообще любят смеяться, да, над теми, кто не похож на них, кто не может дать сдачи, на самом деле, да. Вот. Вот очень любят смеяться. Посмеиваются, потрунивают, там, говорят всякие пакости, да. Вот. Про человека, который не нравится, да, там слухи распускать нехорошие, да, не имеющие под собой никакой основы. Ну, это вот в крови у них, да. Вот это такая воробьиная такая зависть, такая вот непримиримость какая-то, да. Налететь к стае на одного и заклевать его, да. Вот. И где-то же не все еще, не все еще пророчества, да. Помните про номера, которые каждому живущему даются, да, на чело и на руку, да. Ну, а что, мы не видим, что ли, ничего, да. Вот. Знаете, я вот вчера подметил очень интересную особенность, я на заправку вошел, а, знаете, сейчас везде вот эти клеточки нарисованы, да, и на заправках, и в маркетах, и в храмах, да, полтора метра, да. Я говорю, господа, мы же шахматы, мы же шахматы, вы посмотрите, у каждого своя клетка. Вот, говорю, а кто из нас пешки, да, а кто из нас ферзи, да, вот кто знает, да. Мы как шахматы, мы не можем перейти в другое пространство, строго с клетки на клетку, да. Чего же тогда удивляться-то, да. Мы согласились с этими условиями, да. Что следующее, да. Мы позволим собой управлять в этой игре, да. Всё, игра. Есть, кстати, очень хороший фильм «Куб», он жестокий. — Куб? — Куб, да. Там есть прикл, сикл, там вот все части, там три части, по-моему. Может, даже нет, по-моему, три. Вот. Он очень жестокий, очень такой вот, как бы сказать, грязный, да, в смысле там кровь, там и всё остальное, но суть его очень точна. Когда ты попадаешь в механический мир, выхода из него не будет. То есть, вы же знаете, наверное, да, самый лучший рецепт победить в игре с дьяволом. Не садиться с ним за один стол. Никогда. Ни при каких условиях, да. Ты проиграешь всегда. Даже если выиграешь, всё равно проиграешь. Вот так и здесь, в этих шахматах, то же самое, да. Ведь большая проблема, да, у любого правителя. Наш нынешний правитель очень похож на царя Соломона. В том плане, что вроде бы всё основано на расчёте, а, знаете, силы-то ограничены у любого человека, да. И когда ты пытаешься объять необъятное, ты сталкиваешься с тем, что тебе нужна помощь извне. Она придёт, но что это за помощь-то? Что это за помощь? Фантазиями не изменить ничего. Да, если мы вот на входе в храм напишем, что это поликлиника, ничего не получится. Это не сработает. Это волшебство не сработает. Это останется лишь фантазией. Так и, собственно говоря, ну, представьте себе, да, вот какой-нибудь гастарбайтер примерит на себя ряс священников. Он не станет священником. Он в этом не смыслит ничего, да. Это, скажем так, нечто из иной сферы, да. Кадилам несложно научиться, скажем так, как говорят, махать, да. Вот. И даже читать по-славянски несложно научиться. А вот быть существом из иного мира – это сложно, поверьте. Но я уверен, что какой-то гастарбайтер лучше меня с этим справится. Я вот уверен, что, возможно, как бы сказать, через него свет льется, и Творец смотрит глазами своими через его черепушку. Вполне запускаю такую возможность. Я просто с ним не знаком, возможно. Может, помните фильм «Ночной дозор»? Там был такой Заур. Не Заур, нет. Заар. Заар. Золотой человек. У него пельменная была там и так далее. Вот он, золотой человек такой, как бы сказать. Он просто пельменный работает. Но он, как бы сказать, существо духовного мира. Да, весь из золота. В том плане, что через него благодать льется такая золотая в этот мир. Заар. Очень хороший фильм, кстати. Я вот смотрю его и поражаюсь подгонке мысли того, кто за кадром. То есть, как это видел сценарист, как это видел режиссер. Это вот так красиво сочетание событий, смыслов, мыслей вложенных. Очень здорово. Не все работы Бекмаметова хороши, одинаково. Но вот это я бы сказал. А он же и сценарист? А я не помню совершенно. Совершенно не помню. Кто? А, Лукьяненко. А, Лукьяненко же, да, Сергей Лукьяненко. Да, ну, знаешь, Лукьяненко был сценаристом, да. Ну, вот что, значит, талантливый дуэт. Вот. Очень красиво. Очень красиво. Понимаете, в чем проблема, да? Можно быть цивилизованным человеком. Но ты не сможешь ничего изменить. Это извечное проклятие интеллигенции, да. Видеть все и не иметь возможности ничего изменить, да. Именно поэтому от нее избавлялись в 30-е годы. Вот. Вот эти люди... Лишний раз не будорожило, да? Конечно. Но Сталин, он же варвар, в общем-то, по сути. По сути. Решать вопросы при помощи казней – это по-варварски. А что мы видим у него? Уголовное прошлое. И, соответственно, вот эти все комплексы. Комплексы уголовного характера. Может быть, он хотел действительно что-то сделать, да, для страны. Но, знаете ли, да, цветы не поливают кровью. Их поливают водой. И трудом. А читая Шаламова, читая прочих авторов лагерных, Я им полностью доверяю. Больше, чем кого-либо в этом отношении. Я вижу только варварство. Людей уничтожали. Просто сживали со святу тех, кто всю свою жизнь потратил на то, чтобы быть полезным этому социуму. Полезным. По любым совершенно надуманным основаниям. Это очень опасная черта. Понимаете, пока ресурс есть, кажется, что все поправимо. Что сейчас мы казним миллион-другой. И все станет на свои места. А потом вдруг может оказаться, что нам катастрофически не хватит ресурсов. Помните город Детройт в Америке? Некогда цветущий город. Дженерал Моторс. Там вот эти огромные предприятия, которые кормят целую, скажем так, городину. Такую огромную. А вот начальство стало пустырем. Все разграблено. Все попилено, порезано, уничтожено. И стоит, как проклятое место какое-то. Все. Вот так и в любой момент может случиться такая ситуация. Нет людей, способных поднять на своих плечах, как Атланты, вот эту всю страну. И все. Все рухнет. Поэтому к Сталину у меня отношение только такое. Я вот помню, как вот ныне опальный с Егумен Романов распевал эти песни за Сталина, за все остальное. Легко петь. Петь легко, на самом деле. Избрать себе такого вот Атиллу в качестве орудия Божьего проведения. Он там и этот народ покорил, и этот покорил, и этот все. Но это же сила, а не правда. А правда всегда остается одной и той же. Мы где-то ошиблись в прошлом, раз мы никак не можем пройти в будущее. Надо возвращаться обратно в прошлое. Туда, где произошла ошибка. Вот, хотел бы пожелать, да, вот правителям нынешним, чтобы они нашли себе силы исправить ошибки, а не фантазировать насчет будущего. Оно не получается. Не складывается. Кубики не складываются. Как у Кая, да, в сказке про снежных радио. Не складывается никого. Вот, радиокубики все есть, а результата нет. Не те буквы какие-то. Ведь для того, чтобы удержать, да, вот эту власть, да, которую получил, иногда приходится сделать какие-то сверхчеловеческие усилия, да. И самый главный вопрос, а нужно ли все это было на самом деле, да. Это же проклятие. Знаете, есть такое выражение «отравленные ключи». В каком-то из мифов про это рассказывалось. Когда человек мог войти за вот эту дверь закрытую, но он получил отравленный ключ. Ты открываешь и умираешь. Вот вопрос, да. Это очень опасно на самом деле. Так и власть, да. Это отравленные ключи. Это проклятие на самом деле. Почему? Ответ очень прост, да. Честным она не навредит, но любой изъян он даст себе знать. И усугубится еще. Усугубится, конечно, естественно. Естественно. Вот. Ведь я опять повторюсь, да, антихрист – это коллективное понятие. Это коллективное понятие. Вот. И так же, как апокалипсис, он тоже понятие безвременное. Когда в Риме казнили христиан, все кричали, что это апокалипсис, да, что Нерон антихрист, и Деклетиан антихрист, и так далее. Когда Византия падала в Тар-Тарары, тоже все кричали, что вот он, конец света, да. Где же Господь? Сейчас мы находимся в такой же ситуации. В такой же ситуации, да. Мы-то получили тоже отравленные ключи. Ключи Византии. Она пала. Вот. А как говорят, да, яблоко от яблони, да. Недалеко, да. И, во-вторых, опять же, да, подобное, да. Вот. Мы приняли. Многое от них, да. Еще до того, как империя упала, да. Но сложно что-то изменить в траектории, да. Очень сложно что-то изменить в траектории в этой исторической. Мы можем быть несколько другими, но некоторые вещи неизбежны. Кризис тоже неизбежен. Когда мы вдруг понимаем, что вера верой, а работать над руками. Нельзя полагаться все время на Бога, да. Которого, тем более, мы часто лишь воображаем. Ведь у нас, у многих, отсутствует опыт подлинного духовного общения с ним. Я имею в виду вот лицом к лицу. То есть, осознание его как реальности. Мы что-то придумываем, да, про то, что вот он где-то там далеко-далеко, и он похож вот на такой вот фоторобот такой вот мы подбираем, да, там вот. На самом деле все несколько сложнее, да. Чтобы найти его в себе, нужно проявить сверхчеловеческое в себе. Вот. Это очень сложно, да. И тогда это достигается совершенно немыслим, медным грехом, например, да. Сильный грех, страшный грех. Вот. Когда человек настолько интенсивно переживает реальность, что она его выталкивает в духовный мир. И получается так, что грешник, может быть, увидит больше, чем праведник. Но, к сожалению, вот этот яд, который в нем, не даст ему отрады. Он так и будет мучиться. Знаете, это очень тяжело на самом деле. Или мучение, когда ты смотришь на что-то абсолютно совершенно и чистое, но ты к этому не причастен. Вот. Это очень тяжело для человека. И вот, поверьте мне, да, некоторые грешники видят побольше любого праведника. Возможно, поэтому грех-то и под запретом, да, чтобы, как бы сказать, слишком много не думали, да, о происходящем. Это все на самом деле, как бы сказать, реальность, да, духовная реальность. Выход за пределы, ну, как это говорят, оболочки, да. Оболочки. Ведь часто человек выходит за пределы этой оболочки, но совсем не с тем, как бы сказать, направлением. Он начинает смотреть больше на недостатки других. И дай Бог ему опомнится, конечно. Вот. Как потерявший разум пес, да, он кидается на прохожих, не понимая, что он выглядит отталкивающе и жалко. Потому что каждый может опнуть просто, да. Ну, как будто этого так и добивается, да. А некоторые грешники, знаете, они посильнее праведника будут в духовном отношении. Он видит, и все понимает, и молчит, да. Видит, понимает, и молчит, потому что особо сказать-то нечего, да, про это. Когда видишь происходящее, да. Когда видишь происходящее, что толку, да, в твоих откровениях, если они не способны ничего изменить, да. Вот. Поэтому такой был, я бы сказал, ну, как бы пиетет по отношению к правде всегда, да. Не в силе Бога, а в правде. Только она одна преждавалась истинным арбитрам всего сущего. Вот. Кто выше нее? Только сам творец вселенной, владыка, да. Вот. А правда, да. Пока она говорит, все молчат. А у нас сегодня не так. Правда молчит, а все вокруг говорят не видишь что. В этом проблема, конечно. Никто не слышит правду. Точнее, слышит, но к ней относятся, как бы сказать, как к приправе. Приправе. Включил YouTube, послушал, телевизор включил, послушал радио. Ну, вроде бы так, перчинки добавили, и все. А жить по ней никто не хочет. Телебачка опять, знаете, очень интерес к творчеству Балабанова. Вспоминает в 20-летии, по-моему, да, фильма? Брат 2 вспоминает. Ани Лободрова. Да. Его фразу, ну, вложенную режиссером. Да, сила, брат, в чем в правде. Да, сила в правде, брат. Да, сила в правде. Но, знаете. Конечно, не помешало при этом главному-то герою и убийство совершить, и все. Ну, там мы не фильм сейчас обсуждаем. Знаете, а я здесь совершенно спокойно смотрю на все это. Орудие правды, оно не задумывается над тем, что оно делает. Вспомните пророков, да? Вот. Я вспоминал прошлую передачу, этот момент, да, из Писания, когда Илья, пророк, пришел, и благодаря его приходу вырезали несколько тысяч, по-моему, священников, этих жрецов, да, которые вроде бы служили Богу, но на самом деле поклонялись власти и деньгам, да? У нас же это произошло во время революции, да? Почитайте того же Анну Кронштадтскую, кстати, да? Несмотря на, может быть, некоторые моменты, которые кажутся, да, ну, не совсем приемлемыми, да? Вот в его словах есть осуждение как раз своим коллегам, священникам, которые думают только о своем кармане. Он говорит, ну, я иду, я раздаю нищим, да? Иногда он нищих бил, конечно, это тоже есть в дневниках, да, есть такое. Но, понимаете, знаете, как вам сказать, да? Ведь человек, он же человек, он все равно не мощной. Вот если на него там постоянно этот, другой, третий, да, там что-то требуют с него, да, он может и не выдержать, честное слово, да. Это тот, кто закрылся в раковинку, в улитку, да, до него не достанешь, да, там, закрылся в келью, там, на пять замков, да, вот, и стучи, не стучи, он не откроет. А Иоанн, он всегда был на улице с ними, да, он шел мимо них, они к нему лезли, за рукава дергали, рясы, да, дай денег, дай денег, это же заводские, да, дети эти оборванные. Вот, он как-то разозлился, там, одного требником бросил, там, другого пнул, там, и так далее. Ну, а что поделаешь-то? Я как человек его понимаю, он же был болезненный весьма человек, да, вот, соответственно, с обостренным, да, внутренним миром. Вот, но суть не в этом, он говорил, вы же священник, вы служите в городе, дайте им крохи от своих щедрот, да, вот, а в итоге что произошло, да, пришла правда, и их не стало. Ну, опять же, я скажу, что не стало, возможно, лучше, к сожалению, да, а может, и не к сожалению. Знаете, мир такая сложная вещь в том плане, что жизнь почему-то имеет жалость с каким-то, знаете, вот, людям, которые... Маргиналом? Совершенно для социума не представляют ничего полезного, да. Я вот это имею, да, можно сказать, маргиналом, да, вот, в этом отношении, социальном. Вот. Она как-то вот умудряется вытаскивать из беды людей, которые совершенно неблагодарны, да, ей за это. А хороших людей часто, как бы сказать, просто, как бы сказать, топит, да. Вот. Читаешь, да, вот, про учёных, да, которых там ссылали, да, про писателей, да, про поэтов, которых тоже вот проведили изрядно, да, священников, да. Как же вот можно это допустить, да, когда они оказывались в этой мерзлоте, да, просто свалены в этот грунт и всё. Просто вот куски льда. А ведь каждый из них, ну, стоил целого мира, наверное, да. Как это допустить? Разве это не варварство? Конечно, это варварство. И поклоняться этим аттилам, да, которые там вот бьют себя в грудь, да, и умеют метать своё копьё, да нет, конечно, уволите. Я вспоминаю этот эпизод из... Из... Как это у нас называлось-то, да, лагеря-то где у нас были? На Соловках, а ещё были на Колыме, да, Колымские лагеря. Вот мальчик там, да, работал, тоже арестовали, посадили, что-то где-то сболтнул. И вот ему поставили норму там 9 метров, а он вырабатывал 5. Ну, как бы сказать, щебня этого, да, там или угля, я не помню точно. Никак не мог. Ему сказали, ну, если ты не выработаешь сегодня 9, мы тебя расстреляем. Он говорит, стреляйте здесь. Его отвели за угол, убили, и всё. Понимаете, да, вот... Какие бы ни были победы и свершения, но вот эти примеры, они говорят совсем о другом, да. Совсем о другом. О том, что невозможно, человеку объять необъятное. Даже Соломон царь и тот сломался. Он стал поклоняться богам каким-то там иным, да. Ну, духом, скажем так, да, каким-то, которые приходили к нему и чего-то хотели, да. Там, принеси такую-то жертву, такую-то там, и поклонись там, и так далее, да. Ну, что ж поделаешь, да. Как-то они ему тоже старались помогать, да, по-своему, видимо. Но дело в том, что он потерял тоже будущее таким образом. Стал жалок, видимо, да. Я не вижу, конечно, в тексте этого, но предполагаю, да. Когда правитель теряет власть, он становится жалким. Поэтому ни один правитель не хочет терять власть, которая ему попала в руки, да. А вот Сергий Романов, мы с вами вспомнили, неспроста, да, сейчас вот это, как бы сказать, шумиха в прессе относительно того, как этот конфликт, который сейчас там происходит, будет разрешаться. Там вроде бы и монастырь покинули, некоторые насельницы, да. Вот. А некоторые, наоборот, остались с ним, и горой там, и так далее. Это действительно очень сложный конфликт, да. Да, эти все-таки люди-то, они очень соскучились, как говорится, по такому вот безапелляционному голосу, да. То есть он говорит что-то такое вот, и никто ему не может возразить даже, да. Хотя говорит он полную бессмыслицу, да. Про двойников Путина, про какие-то поддельные подписи на государственные документы, про ЧПРМИ через вакцину, про все остальное. Но, знаете, фантазии, они, конечно, безудержные. Вот. Можно все, что угодно придумывать, да. Вот. Можно какие-нибудь там, я не знаю, каббалистические знаки увидеть в крупе какой-нибудь, да, там, в Геркуле, если сколько там, посмотрите, какие странные, вообще очень странные эти хлопья, да, на вид, да. Что-то в них есть, неспроста, да. Вот. А с чего начинается вот та же шизофрения, да. Человек начинает придавать своим мыслям какое-то глобальнейшее значение. Я вот помню девочку, очень хорошая девочка по-своему, да, молодая, лет 17, а сошла с ума. Так это было обидно, как бы сказать. Сошла с ума, прямо шла по улице, и раз, у нее вот так вот это само повернулся мир. Стала сначала ходить, вот, фотографировать какие-то цветочки, там, вот, крупным планом, как-то это самое, там, какие-то у нее эмоции появлялись, там, чувства, все остальное. Ну, понимаете, ведь на самом деле психические болезни – это когда организм не может справиться с потоком информации, да. Он не может либо отфильтровать правильную от неправильной, либо, ну, вот иногда даже значение придает своим фантазиям больше, чем реальности, да, например, и так далее, да, либо, либо сам формирует эту информацию, да, неверную, и человек ее принимает за какие-то там вот определенные… Я не спорю, психические состояния, они тоже духовные, они тоже духовные, но иногда прослеживается какая-то органическая патология, да, что здесь именно проблема с мозгом. То есть, вот, проще говоря, вот, комнаты, да, открыта форточка, из нее вот какой-то смрад идет с улицы, и все, а закрыть форточку нет сил, и все. Вот, так я расскажу дальше, да, вот она сфотографировала все это, да, и ходила очарована всем этим, и потеряла рассудок, да, так это вот было досадно, очень смотреть на все, но этот человек все понимает, и понимает, что с ним происходит, а исправить не может, да. И она пришла в храм, и плакала много, а ее оттуда выгнали. Понимаете, да, вот мне всегда досадно за коллег, которые так вот людьми пренебрегают, да, просто прогнали, и все, дескать, тебе здесь не место, а кому-то место-то получается, да. Москва большой город, да, я понимаю, там у храмов много, но, возможно, ей-то нужнее, чем кому-либо, да. Очень досадно, очень досадно, вот, очень досадно. Так вот, возвращаясь к вопросу, да, о Сергею Романове, да, он фантазиям своим придал очень большое значение. Возможно, очарована женщина, я вот так полагаю. Я смотрю вот на тех, кто ее окружает, да, он чувствует себя таким вот, как бы сказать, сверхчеловеком, наверное, на их фоне, да, там вот женский монастырь, и вот такое ощущение, что вот у него сильно как-то все, скружило голову ему все это. Очень сильно скружило. Вот поэтому, возможно, вот этот пример, он показывает, что в политику точно не надо лезть, когда нечего сказать, кроме осуждения. Нет зерна созидающего. Этих надо казнить, этих надо сослать, этих надо уволить, а созидать как мы будем? Вот я полагаю, у Сталина такая же была ситуация. Всех, как бы сказать, сослали и казнили, а никто не думал о том, что надо созидать. И поэтому мы прошли в 21 век. Тешные врата, конечно, но мы прошли в 21 век. Но с теми же жигулями, уж извините меня, конечно, пресловутыми, да. Я не осуждаю, нет, мне просто отчизну досадную очень, да, как говорится. Помните, как это говорил Верещагин, да, мне говорят, за Родину, да, обидно. Вот так и здесь тоже. Мне за Родину обидно, на самом деле, потому что я же вижу, сколько у нас людей достойнейших, достойнейших, правильнейших. Даже не за Родину за державу. За державу, да, все правильно, да. За державу. Это верно. Это верно. Вот та же фигура антихриста, да, о которой говорит вот этот хиегумен, да, ведь это что такое, да? Это человек, который, ну, на самом деле, я полагаю, все-таки коллектив, который полностью веровал в свою безнаказанность такую, да, в этом временном отрезке. И они творят от своего имени все, что угодно, все, что им хочется. Вот. И уверяют в своей фантазии, что если мы захотим, мы и солнце повернем другим боком, да. Вот. А это очень опасно. Это и называется прелесть, на самом деле. Вот. А добродетель, который противоположен прелесть, это трезвомыслие. Трезвомыслие. А трезвомыслие нас всегда возвращает к чему? К человеку. Потому что он здесь, и он реален. А Бог, он где-то там, он, как бы сказать, чаще всего плод наших фантазий, если мы не столкнулись с ним в реальности. Вот. А то ему напреписывают там всего, да, и то, и другое. Мне, на самом деле, очень неловко, да, когда люди приходят, начинают все вводить на волю Божию. Хочется спросить, а вы-то для чего живете? Вы-то для чего живете? Ну, вот, по-вашему, получается, что некий Бог создал какую-то компьютерную игру, да, в которой никто ни за что не отвечает. Все персонажи, они вот так на экране передвигаются, и все, да. Где ваша воля? Я вот Божью волю вижу, как тот луч, который через меня в этот мир направлен. Я что-то делаю, да. От своего имени я несу ответственность за свои действия. Ну, нельзя же все варить, да. Ну, на кого-то, да. Тогда получается что, да? Получается, ну, какая-то фальшь. Так ведь? Духовная фальшь. Вот. Вот. И эту фальшь не исправить никакими мероприятиями, никакими памятниками, никакими храмами ее не исправить. Эта фальшь, она не исправляется таким образом, только трудом. Ну, кстати, сайты Сталина иногда боготворят, да, за то, что он трудиться заставил страну. Но, знаете, как бы сказать, трудиться под дулом винтовки, это тоже неблагодатный труд, да. Неблагодатный. Тот же труд, да, то есть, как бы сказать, как там у нас формула энергии Е равно, сейчас, МВ квадрат. МВ квадрат, ну, да, да. Вроде бы энергия есть, да, но только, вы знаете, она имеет оттенки. Одно дело, когда человек что-то творит, вдохновленный жизнью, любовью, поэзией какой-то внутренней, гармонией. А другое дело, когда он из-под палки, да. Вот. Дело в том, что у нас большой перегиб в этой из-под палки, да. И вот эти катастрофы, да, вот эти огромные цистерны рушатся, да, с соляркой, это вот именно пережиток того времени, когда всё делалось вот таким образом, да, рабским трудом вот этим, да. Хотя было и вдохновение, помните БАМ? Да. Ведь на самом деле это же вдохновение почему? Труд и люди. Юноши, девушки, любовь, какие-то, какая-то свобода, да. Они отдельно от всего этого взрослого мира, да. Что-то ульта маячила. Эйфория, да. Была какая-то какая-то дикая эйфория. Что-то в будущем они видели как-то будущее. Да, на Западе в это время был Вудсток, да. Да. А у нас БАМ, да. А у нас БАМ, да. Туда не завезли на БАМ, да. Рок-звёзд, да. Но зато это были здоровые отношения. Вот. Труд, он действительно делает человека человеком. Это правда. Вот. Только не рабский. Только не рабский. Без унижения. Если труд достигается благодаря унижению, плоды его смертны. Не будет ничего такого. Вы всегда меня просите что-то оптимистичное сказать. Да, Паша. Я скажу оптимистичное, кстати. Я просто приведу пример, про который читал. Да, оптимизма настала. К сожалению, у меня под рукой нет интернета, я не скажу ни имён, ни времени. Но это было, по-моему, в прошлом веке, в двадцатом. Один китаец, мастер, столер, он настолько любил свою подругу, да, или жену даже, я не помню, что взялся каждый день делать ступени на гору. И вот к концу своей работы, да, он достиг вершины своей. И это несколько тысяч ступеней, обработанных руками, которые уходят в небо. Понимаете, да? Вот в этом вся суть, да, как бы это сказать, гармонии творческого человека, да, чувства сделать реальностью. Вот. Вот этому надо учиться. Это единственное, что стоит делать, на самом деле, со своей жизнью. Делать свои чувства реальностью. Чувства к другому человеку. Нет, ну, бывают чувства разные. У Кайны тоже были чувства к Кавелю. Вот. Вот сейчас мы делаем там ракеты ядерные. Я думаю, это благодаря Кайну, конечно. У него тоже были чувства, да, убить брата. Вот. Я имею в виду все другие чувства. Чувства возвышенные. Дело не в том, что, наверное, он был очарован там физической, не физической природой этой женщины. Просто она приняла на себя весь поток его. У него лучших чувств. Как топор возьму руки. Думаю только по правительству. Понимаете? Это вот юмор, да, такой вот советский, но очень правдивый юмор. Очень правдивый. В советское время анекдоты – это была форма, форма выживания цивилизованных людей. То есть, это как кодовые слова. Вот. Можно было быть серостью, да, и принять все правила, и признать себя ничем. Человеком без прошлого, без будущего, да и без настоящего. А можно было хоть как-то сохранить вот этот внутренний какой-то потенциал, да. Вот. И мы все тянулись, да, тянулись к слову. А ведь слово-то это и есть очень, я бы сказал, существенный элемент нашей веры. Слово. Помните, да? Вначале было слово. Да, и слово было у Бога, да. А потом возникла ответственность за это слово, да. Вот. Вот так оно все и происходит в этом мире, на самом деле. Мы узнаем друг друга. Мы тянемся друг к другу, да. Потому что мы чувствуем, что друг без друга мы не проживем. Как бы у меня относились при этом друг к другу, совершенно не имеет значения. В социуме вещь очень сложная. Есть горизонтальная связь, есть вертикальная связь, есть связи по диагонали, как угодно, да. Хоть концентрическими вругами, да. Неважно. Вопрос в другом. Это связи. Связи благодаря слову. А слово имеет множество оттенков, да. Оттого и анекдоты, как вот Пелевин пишет в своих произведениях. Они, вот про тех же новых русских, да. Они похожи на спираль лампочки. Она вспыхивает на мгновение секунды, озаряет внутреннее пространство мозга и тут же гаснет. То есть возникает понимание. Говорит, потом повторно зажить эту лампочку уже невозможно, да. Ты уже, как бы сказать, выделила энергия. Она свою функцию выполнила. Выполнила, да. Она сожгла. А дальше там уже ты сам дерзай. Да, это верно. Вот так и здесь, да. Слово, оно освещает путь. Оно не может заменить путь. Оно освещает его. Но без него никак. Спасибо большое, батюшка, за сегодняшнюю встречу. Это была программа обретения. Мы завершаем наш разговор на Матичинском интернет-радио. Напоминаю, что над выпуском, напоминаю, что гостем Матичинского информагентства и ведущим этой программы был священник Дионисий Соколов. Над выпуском работали редакторы Ирины Мельниковой и звукорежиссер Людмила Макарова. Всего вам доброго, дорогие наши слушатели. До новых встреч. С Богом.